Когда небо закрыто, можно ли путешествовать на электричке? Для начала нужно добраться до вокзала. Купить билет, не забыть юркзак, чуть потерпеть. И вот первая точка нашего маршрута. Хабри, следующая остановка Синерская. Здесь крутые виды, но нас в первую очередь интересовало конкретное место. Источник Святого Пантелеймона Целителя. Дальше мы отправились искать хорошие пейзажи. Прекрасно, но нужно двигаться дальше. Следующая наша остановка. Сперва мы попытались найти выход к воде. Ремонт помешал нам попасть внутрь, и мы направились в другой музей. Эта табличка ввела нас в заблуждение. Пришлось обходить, но не страшно, так как по дороге мстители группы археологов. У них довольно пыльная копотенка. А это военно-исторический музей. Попасть так не получилось, потому что мы приехали в будний день. А это музей-заповедник Тенавис. Масштабы раскопок просто поражают. Но снизу смотрится не так интересно. Собственно, так у нас был построен маршрут. Отправляемся дальше. На этом участке пути мы дальше будем ловить пейзажи. После дождя тут довольно-таки скользко. Ну все, достаточно местных видов, поехали дальше. Многие знают это место по фотосессиям возле маяка, так что фотографы тут уже чувствуют себя как дома. Еще чуть пейзажи. Здесь можно присесть и полюбоваться видом. А вон тот самый маяк. И коровки. Вы же в курсе, что он не настоящий? Это декорация для фильма. Конечная точка нашего путешествия это было дерево, которое растет из камня. Сейчас я покажу, какими электричками мы пользуемся. В итоге, друзья, мы убедились, что можно или даже нужно исследовать нашу область на электричке. Всего лишь нужно предугадать с погодой, да и распланировать грамотно свой маршрут расписания общественного транспорта. А мне всего лишь остается вам пожелать удачи и хорошо провести этот выходной. Пока.